Чемпионат Европы в Перми Чемпионат Европы в Перми Борис Саулович Гитман Наставник, воспитавший Виктора Рыбакова, Игоря Высоцкого Фактически центральная фигура в истории магаданской школы бокса История магаданского бокса – это история бокса советского И не только бокса Трагические обстоятельства превратили некогда дикий магаданский край В один из крупных хозяйственных регионов Бокс на Колыме родился в конце 40-х годов И у его истоков стояли офицеры всесильных в крае НКВД и МВД Здравствуйте! Вы коренная магаданка? Да, конечно! А как Вы относитесь к боксу? К боксу отношусь очень замечательно Очень люблю этот вид спорта А кого из мастеров кожаной перчатки, известных мирового уровня, Вы знаете, Ваших соотечественников? Ну, знаю, во-первых, Александра Левзика Потому что в прошлом году он приезжал на мемориал по пенчинкам Вот, выступал здесь Также Виктора Рыбакова знаю Ну и сейчас, как бы, восходящая звезда нашего бокса Это Владимир Крутоус Почему магаданская земля дала мировому боксу столько имен, знаменитостей, которых до сих пор помнят? Ну, это, наверное, связано с суровыми климатическими условиями, которые закаляют характер Естественно, колымчане это сильные духом, закаленные люди Поскольку это север, у нас очень сильный характер и дух Может быть, даже и отличаются от других спортсменов в боксе тем, что закаленные северные парни на арене чувствуют себя сильнее и прочнее духом Это наша сила Поселок Магадан появился на географической карте в 1929 году А спустя всего 10 лет получил статус города Уже в конце 30-х Магадан фактически становится не только главным городом Дальстроя и Колымского края Но и неофициальной столицей всей колоссальной империи ГУЛАГа Всего за несколько десятилетий в Херезете суровые места прошли громадные человеческие массы Сотни тысяч ЗК, ссыльных и переселенцев Не мудрено, что именно офицеры органов и энтузиасты из ссыльных и бывших заключенных Фактически и заложили основы знаменитой в будущем магаданской школы бокса Сам суровый климат, наверное, позволял выживать людям с крепким характером Крепкими мускулами, с крепкой волей Почему? Потому что, ну так скажем, была в той или иной степени борьба за существование Ну и, наверное, странно было бы, если в крае, в котором было много лагерей, ссыльных Были те, кто занимался боксом, кто их охранял А, естественно, они, чтобы, так сказать, как-то скрасить свое существование Время тоже занимались боксом Магаданский бокс силен тем, что там социальная база для развития этого вида спорта Была заложена генетически Там люди закаленные, со свойственным характером, многотерпящие В какой-то мере история магаданского бокса повторяет историю всей страны То есть очевидно, что у истоков магаданского бокса и бокса на Колыме Были и стояли офицеры могущественных тогда НКВД и МВД Вот ходит такая легенда, предание, что, наверное, первые магаданские боксеры Это были надзиратели Вот так говоря, вещь самим именами, тюремщики, которые следили за заключенными Занимались боксом Ну и потом уже, вот самое такое-то интересное Конечно, те, кто выходил на свободу, тоже начали тренировать боксеров И одним из них был Яков Высоцкий, отец легендарного советского боксера Игоря Высоцкого Бокс в Магадане всегда держался на людях А люди в этом студенном крае всегда были особые Фамилия Высоцкий – это история и фирменный знак магаданского бокса Сначала Яков Высоцкий – талантливый художник, подающий надежды боксер и энтузиаст этого вида спорта на Колыме Фронтовик, оказавшийся в немецком плену, а затем в лагерях НКВД Ну а потом его сын, Игорь, знаменитый тяжеловес, чемпион страны, не раз побеждавший самого Стивенсона Яков Высоцкий был очень талантливым боксером Ну, ходит легенда, даже когда он там сидел в немецком концлагере, он даже боксировал с самим Максом Шмелингом То, что он был большой энтузиаст бокса, безусловно Поэтому он привил любовь не только сыну своему Он и сам занимался теннисской работой, привлекал людей и так далее и так подобное То есть он был большой энтузиаст и любитель нашего вида спорта, поэтому его влияние там столь значимое Первая боксерская секция открылась в Магаданской области в поселке Ягодное в 1949 году Успехи пришли довольно скоро, уже в 50-е годы Пока еще только на юношеском, региональном и ведомственном уровнях Постепенно стал формироваться тренерский корпус Квалифицированные тренеры с большой земли охотно ехали в Колумбский край Привлеченные высокими северными надбавками и хорошими условиями работы Еще одним существенным фактором, повлиявшим на быстрое, я бы сказал, исключительно быстрое развитие с нуля бокса в Магадане Был тот факт, что, как вы знаете, в Советском Союзе платили очень серьезные северные надбавки И люди зачастую ехали на дальний север, на дальний восток Что была такая поговорка, так называемым, за длинным рублем То есть платили деньги существенно выше, чем на большой земле, на материке, как тогда говорили И поэтому в очень короткое время на Колыме в Магадане удалось собрать очень серьезный и квалифицированный контингент тренеров В 1963 году в Магадан приезжает известный советский специалист Будущий президент Федерации профессионального бокса Украины Михаил Завьялов Он проработает в Магадане около четырех лет С его именем связано зарождение самого понятия «Магаданская школа бокса» Первой местной звездой будет известный тяжеловес Евгений Бурмистов Он первым из Колымчан стал призером Городского чемпионата Советского Союза Благодаря ему десятки мальчишек потянутся в боксерские залы и сделают этот вид спорта самым популярным на Колыме НКВД любого бокса, который создал на маленьких городках, где там на шахтах, золотодобывающая промышленность, обогатительные фабрики и так далее Там секции бокса были Там любители бокса, но именно любительском боксе Безусловно, там высокого качества бокса ждать было нельзя Но отбор боксеров проводили, а они создали в Магадане централизованную школу В это время, когда организационные возможности в Советском Союзе были созданы специалисты школы Олимпийского резерва Там было питание, там было проживание, там можно было создать все И вот там собралась куча тренеров, которые съехались из Союза Ну вот огромный энтузиазм первых тренеров, первых наставников, магаданских боксеров вылился в конкретные результаты В середине 50-х годов Евгений Бурмистров в тяжелом весе попал в сборную страны Там очень здорово Гитман работал, там появилось Жильцов, хорошо работал и так далее Ну, большая приятная тренеров Они работали, школа была большая, чем там заниматься Поэтому, когда там начали проводить турниры по Пенченко Там ночевали люди ночью, сидели в очереди В конце 60-х годов магаданский бокс полностью стал связан с именами таких выдающихся организаторов Тренеров, педагогов и методистов, как знаменитый Борис Гитман, Геннадий Рыжиков, Жильцов И целый ряд других превосходных специалистов, которые, собственно, и создали то чудо То золотую эпоху магаданского бокса, которую мы имеем в виду, говоря о боксе 70-х годов В конце 60-х годов полный голос заявил о себе уникальный организационный и педагогический талант Бориса Гитмана С начала 70-х он, безусловный, лидер, локомотив бокса в Колымском крае Неожиданные для многих успехи магаданских бойцов заставляют скептиков признать появление в Советском Союзе нового боксерского центра Конечно, прежде всего, вот тренерский корпус, я просто назову, не обижая никого из остальных магаданских тренеров Это Гитман, Рыжиков и Бурмистров, вот самые яркие, наверное, магаданские боксеры 70-х годов Рыбаков, Высоцкий, Яковлев, они с такой хорошей задел положили Они сказали, что магаданские боксеры – это настоящая школа, настоящий центр развития советского бокса И что с магаданскими боксерами приходится считаться любым боксером Советского Союза Звездная эпоха магаданского бокса начинается с Валерия Удовика Который в 1970 году последовательно выигрывает чемпионат СССР среди юношей А затем чемпионат России среди взрослых После чего включается в расширенный состав сборной страны А в 1973 году на небосклоне советского бокса зажигается новая яркая звезда 19-летний магаданский тяжеловес Игорь Высоцкий Сенсационно и убедительно побеждает олимпийского чемпиона Обладателя Кубка Вэлла Баркера, феноменального Теофила Стивенсона на турнире Кордова-Кордин Победа в Гаване в присутствии самого команданта Фиделя Кастро Становится увертюрой в славной спортивной биографии Одного из самых ярких и популярных тяжеловесов в истории нашего бокса Невысокий, мощный, бескомпромиссный и агрессивный панчер Высоцкий Брался в непривычной профессиональной манере На средней и ближней дистанции Подавляя своих соперников тяжеленными хуками и хлесткими апперкотами И это не могло не приводить в восторг экспертов и любителей бокса Игорь Высоцкий стал, особенно для мальчишек моего поколения, буквально Былинным героем, Былинным персонажем Когда мы узнали, что из сообщений в советском спорте, что в 73-м году Неожиданно супер чемпиона, олимпийского чемпиона, обладателя Кубка Вэлла Баркера Кубинца Теофила Стивенсона Громадную махину ростом 196 сантиметров Убедительно победил в Гаване 20-летний российский тяжеловес Игорь Высоцкий из Магадана Мы просто были потрясены И даже пошли какие-то легенды, разговоры о том, что это какой-то громадный богатырь Ростом свыше двух метров Нечеловеческой физической силы обладающей Об Игоре Высоцком впервые я услышал Прочитав небольшую заметку в советском спорте Это было летом 73-го года Я как раз закончил среднюю школу в Дубне И вот я с удивлением прочитал, что сенсационно закончился турнир Кордова Кардина в тяжелом весе Где молодой советский боксер, юниор, чемпион Победитель первенства СССР среди юниоров Игорь Высоцкий Сенсационно победил обладателя Кубка Вала Баркера Олимпийского чемпиона Теофила Стивенсона Ну, в общем, популярность этого человека стала еще больше Когда на 1975 году на турнире в Минске По телевизору это тоже, к сожалению, не показывали Высоцкий в своеобразном матче-реванше Уже нокаутом победил Теофила Стивенсона И тем самым вознес свою репутацию до небес Именно Игорь Высоцкий, он же выступал в нашем обществе в труде Поэтому на центральном совете он там боксировал среди юношей, юниоров И во взрослом боксе Безусловно, был отдаленный боксер Целеустремленный Он атакующего стиля боксер Поэтому за счет ростовых показателей он не мог добиться успехов на внутрисоюзном ринге Потому что, ну, не давали боксировать вблизи Поэтому, а когда он добирался до противника на среднюю ударную дистанцию На среднюю дистанцию Там он, конечно, бил И самое главное, что наносил удары Именно у него очень был хороший левый удар В толще, с передом в голову Ну, вообще, это, конечно, был выдающийся боксер-тяжеловес В силу ряда объективных причин Не выигравший всех тех титулов Для которых, собственно, он и был создан Он всего лишь раз становился чемпионом Советского Союза Но это не помешало ему быть всенародным любимцем И войти в историю российского и советского бокса Как одним из самых выдающихся боксеров-тяжеловесов На нынешнем чемпионате Европы Прямо скажем, мне повезло чемпиону в легчайшем весе И лучшему боксеру Европы 73-го года Французу Альдо Косентино В первом же бою жребию свел его с Виктором Рыбаковым 19-летним парнишкой из Магадана Новичок на международном ринге Только-только перебрался из юниоров во взрослый бокс Но заявка оказалась чемпионской Да, нокаут Ну, Рыбаков это был очень техничный боксер Именно вот другого совершенно стиля Боксировал на дистанции Очень быстро был в контратаке Поэтому он рано забоксировал Он и среди юношей успешно боксировал И среди юниоров, и среди взрослых Сразу стал первым номером В том же году в сборную Советского Союза Приглашается еще один представитель Магаданского бокса 17-летний Виктор Рыбаков Он становится самым юным боксером За всю историю отечественного бокса Вошедшим в основной состав Национальной команды И это в полной мере характеризует Его исключительную, экстраординарную одаренность Он 7 раз Больше чем кто-либо другой Из послевоенных боксеров Выиграет чемпионат страны Трижды станет чемпионом Европы И четырежды будет признан Лучшим боксером Старого Света И хотя ему не удастся победить На чемпионатах мира и Олимпийских играх Именно легкий, изящный, технически совершенный стиль Виктора Рыбакова Станет визитной карточкой Любительского бокса той эпохи Этот боксер, который обладает филигранной техникой Мощным нокаутирующим ударом Очень ситрый и коварный в бою Боксер думающий Боксер неординарный И стало видно, что он пришел, знаете, как в сборную На долгую серию Жесткий был боксер Если он попадал, то от него трудно было вести противника Он добивал, это ему было такое качество Но вообще боксер на дистанции Был очень острый контратак Ну не случайно, там всякие клички, такого рода что-то Он умеет скользать, там как бы рыба Вот у нас, да, рыба Так вот, он был очень умный, хитрый боксер Ну и в 1975 году на чемпионате Европы Он в финале блестящим ударом, знаете, очень редко бывает, что Прямо на первых же секундах он нокаутировал болгарина Чачо Андрейковского Конечно, очень был такой нокаут Я помню, как он корчился болгарин, но пропустил очень мощный удар Ну вот, и Виктор Григорьевич, я не знаю, его можно узнать, как вот с Высоцким их штор один Во-первых, один тренер, Борис Саулыч Гитман И во-вторых, тоже вот Виктор Григорьевич, будучи боксером великим, он не стал олимпийским чемпионом 70-е стали звездной эпохой магаданского бокса, его визитной карточкой на долгие годы Игорь Высоцкий и Виктор Рыбаков были не просто чемпионами, они превратились в товарный знак А в Советском Союзе, как известно, знак качества непременно должен был быть прописан или приписан к столице В середине 70-х главные звезды магаданского бокса Рыбаков и Высоцкий переезжают в Москву В 1976 году Борис Гитман уезжает на постоянное место жительства в Канаду Где организует до сего дня успешно функционирующую европейскую боксерскую школу Потеря вожака тренерского цеха, конечно, не может не сказаться на общем настрое Но к этому времени в магаданском крае уже сложился высокопрофессиональный тренерский корпус Среди коллег ярко выделяется энтузиаст бокса и классный тренер-методист Геннадий Рыжиков Кстати, именно к нему в зал впервые пришел юный Виктор Рыбаков Я вот видел, как работает в зале Геннадий Михайлович Рыжиков Вне сомнения, человек он сложный, но тренер выдающийся, великий, непревзойденный Только одни превосходные эпитеты Причем потому что человек, который тонко разбирается в боксе Ради бокса готов пожертвовать всем И отдает боксу всего самого себя Поэтому и ученики его добивались таких выдающихся результатов В конце 70-х заявил о себе еще один боец Которого в полной мере можно отнести к воспитанникам магаданской школы Вячеслав Яковлев Ему трижды удастся выиграть престижнейшие хрустальные перчатки Абсолютного чемпиона страны Стать одним из трех советских боксеров Сумевшим победить легендарного Теофила Стивенсона Победить и стать призером множества престижнейших боксерских турниров 79-й год, абсолютный чемпионат СССР Взошла звезда тоже представителя магаданской школы бокса Тогда, если я не ошибаюсь, он уже был студентом в Ленинграде Это Вячеслав Яковлев Очень легкий, острый, такой подвижный тяжеловес В финале он встретился с Михаилом Суботиным Я помню, Суботин оказался на полу После удара справа Вячеслава Яковлева Но было заметно, что этот тяжеловес обладает Во всяком случае, очень уникальными способностями Очень легкий, быстрый Чем-то напоминал, может быть, хотя это не совсем корректное сравнение С Евгением Горсковым Но бы они тяготели к игровому боксу Я считаю, что, несмотря на то, что он рекордсмен по количеству титулов Абсолютного чемпионата Советского Союза Это нереализованный боксер В принципе, это, опять же, наша школа тренерская И наша спешка Семьминутный результат Обязательно на каждом соревновании нужно что-то выигрывать Не позволили сделать то, что должны были сделать перед нами Физическая подготовка В 80-х в Советском Союзе все отчетливее видны признаки застоя И надвигающегося распада Это не может не сказываться в проблемных северных регионах Финансирование с каждым годом сокращается Магадан больше не в состоянии предлагать специалистам В том числе спортивным тренерам Тех исключительно привлекательных условий Которые были еще совсем недавно Начинается постепенный отток лучших тренерских кадров И все-таки традиции уже заложены И система все еще работает Как раз в эти кризисные годы Магадан дает нашему боксу Свою самую яркую и титулованную мегазвезду Многократного чемпиона СССР и России Дукратного чемпиона Европы, чемпиона мира и Олимпийских игр в Сиднее Александр Лебзика В начале стихийных 90-х Геннадий Рыжиков вместе с лучшими своими учениками Олегом Николаевым и Александром Лебзиком Переезжают в Москву Именно здесь их ждет спортивный триумф В конце уже 80-х годов Начала входить звезда Александра Лебзика Который выиграл первенство мира Среди юниоров Тогда блистал В его весовой категории Знаете, такой непревзойденный Тактик-технарь Израиля Кобхахян И вот о нем Лебзик всегда отзывался с огромным уважением Кстати, так не смог он Победить Акобхахяна Но, тем не менее, уже возрастной Израиля Кобхахян Остаял ринг И на его место На место одного яркого боксера Пришел другой боксер Их тогда было двое Они, если не ошибаюсь, были одногодки С Олегом Николаевым Ученики одного тренера Геннадия Михайловича Рыжикова Тогда они все переехали В начале 90-х годов Уже в Москву Были московскими армейцами И вот такой вот сплав Учитель Ученик Дал свой результат 90-е годы прошлого века Время жесточайшего кризиса Нашего бокса И российского спорта в целом Последствия этих Катастрофических лет Будут сказываться Еще достаточно долго Конечно, инфраструктура Магаданского бокса Сегодня далека От уровня Благословенных 70-х Существенно ниже Уровень тренерских кадров Но и сегодня Здесь продолжают Трудиться Настоящие энтузиазмы Именно здесь В Магаданском крае Впервые встал в стойку Двукратный чемпион мира Матвей Коробов Сегодня являющийся Одним из главных Проспектов профессионального бокса И пусть Матвей Еще в 14-летнем возрасте Переехал в Москву Его с полным основанием Можно считать Еще одним представителем Все еще живой Магаданской школы бокса Очень характерно То, что Именно Магадан До сих пор Остается единственным Городом России Который в течение Колоссального По спортивным меркам Срока 36 лет Подряд регулярно Проводит Авторитетный И престижный Турнир категории А Некогда даже Престижный И в международном Календаре боксеров Сейчас Это престижный турнир На уровне Российском Это турнир Памяти великого Российского Советского боксера Валерия Попенченко И естественно Этот турнир Не может не оказывать Очень серьезного И глубокого влияния На развитие бокса В регионе В 1971 году Усилиями Бориса Гитмана В Магадане Начал проводиться Престижный турнир Памяти Валерия Попенченко Ни один Мемориальный турнир В истории нашего бокса Не проводился Столь продолжительное время Эти уникальные соревнования До сих пор являются Главным спортивным событием Всего региона Лучшим свидетельством Жизни магаданского бокса Гарантией Его будущего возрождения Недаром на этом турнире В последний раз Вошел в ринг В качестве действующего боксера Великий Александр Лебзяк Он просто не мог Завершить свою легендарную карьеру Не замкнув своеобразный круг Не уважив своих земляков Не победив напоследок там Где начинали свой чемпионский путь Звезды магаданского ринга Магадан Единственный город Современной России Где вот уже 36 лет Традиционно проводится Престижный турнир Памяти великого советского чемпиона Валерия Попенченко Бокс в этих суровых широтах Спорт номер один А столица Колымского края По-прежнему Признанный центр российского бокса Золотой прииск Будущих чемпионов Благородного искусства самозащиты Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин